МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Александрова. Добрый вечер. Нового спикера выбрали в Верхней Палате Парламента. Им стал Михаил Мясникович, и сегодня же Совет Республики согласился с назначением Павла Калаура на должность главы Нацбанка. На чём сконцентрировался президент, выступая в национальном собрании, расскажет Наталья Бреус. День Икс сегодня вступили в силу поправки в ПДД в обязательных детских креслах и зимних шинах. Дмитрий Боярович подробно расспросил об этом сотрудников ГАИ. Вместо лирического пейзажа картина «Не маслом» в посёлке Тресковщина Минского района отходом нашли неподходящее место, за что и поплатились. Биатлон как дважды два ударит Домрачевой, второе место в спринте после такого же успеха в эстафете. Совет Республики выбрал сегодня нового спикера. Им стал Михаил Мясникович. Сегодня же сенаторы дали согласие на назначение Павла Калаура на должность председателя правления Нацбанка Беларуси. Уже второй день, представляя новые высшие должностные лица, президент фактически озвучивает основные приоритеты в экономике и политике страны на 2015-й. О главных акцентах этого дня Наталья Бреус. Эта сессия белорусского парламента внеочередная и совсем короткая. Она заранее не планировалась. Конечно, никто и предположить не мог, что в конце 2014 года в стране будут такие серьезные кадровые изменения. Не затронули Национальный банк и Совет Министров. Вот буквально вчера депутаты согласились на назначение премьер-министром страны Андрея Кобякова, а по Конституции одобрить кандидатуру на пост главы Национального банка должен Совет Республики. Наутро в Совете Республики, Палате Парламента территориального представительства, были намечены процедурные вопросы. За скромной формулировкой серьезный кадровый вопрос. Так, глава Палаты экспертов, как ее еще называют, Анатолий Рубинов, заявил о желании прекратить свои полномочия спикера досрочно. Говорит, здоровье уже не то. 75-летний председатель Совета Республики на своем посту с 2010 года. На госслужбе последние 12 лет. Новым председателем по результатам голосования избран Михаил Мясникович. В конце 2014-го он покинул премьерский пост, чтобы продолжить работу в парламенте Беларуси. Решение парламентариев о том, что именно Михаил Мясникович, назначенный членом Совета Республики, должен его и возглавить, поддержал президент страны. Александр Лукашенко принял участие в сессии сенаторов. Ротация кадров идет постоянно, продолжится и в 2015 году. В самом начале глава государства высказал слова благодарности энергичному спикеру за годы большого труда. Назначение на высшие государственные должности, особенно в год президентских выборов, будет продолжено. Но основной костяк сформирован. И я понимаю, и вы, наверное, понимаете, здесь в основном руководители в нашем сенате. Вы знаете, насколько это, в общем-то, неприятный процесс ротации и замены кадров. Вот, например, сегодня Антон Николаевич, мой очень близкий друг, человек, который немало сделал для нашего государства. Дело не в болезни. По болезни он бы мог еще работать и будет работать. Это не значит, что он уходит от активной государственной деятельности, равно как Борис Батура, Рудник, который здесь присутствует, Константин Сумер. Я очень рассчитываю на их дальнейшую работу. Мы определимся, каким образом и в каком объеме они будут заниматься государственными вопросами, как и другие. Вы очень долго и успешно для меня, как главы государства, вообще беспроблемно руководили этим органом власти. Высоким органом власти. Слава Богу, что нам этот орган власти не надо задействовать, нет необходимости такой по всем статьям Конституции. Это мощнейший стабилизатор ситуации в нашем государстве. Как в законодательстве, поскольку здесь основные эксперты, которые или принимают, или отклоняют законы. И находятся люди в этом органе власти, которые стабилизируют работу нашего государства. Ученый с мировым именем, лауреат госпремии, а глава страны называет Рубинова настоящим патриотом. Он не боялся откровенно отстаивать позицию государства по непростым вопросам в СМИ, вступать в полемику с политическими оппонентами. Было заметно, что теплые слова растрогали умудренного экс-спикера. И как человек творческий, он позволил себе, как сам сказал, лирическое отступление. Все-таки новая Беларусь росла на его глазах. Та политика, те радикальные, смелые решения, которые Александр Горьевич принимал в то непростое, переломное время, полностью соответствовали и моему пониманию обстановки. Главная, а по сути единственная причина, я должен в этом признаться, по которой 12 лет назад я поменял науку на государственную службу, было вот это желание. Иметь возможность работать где-то рядом и лично соприкоснуться с этим уникальным человеком. Президент не скрывает, что очень вдумчиво и основательно подходит к решению кадровых вопросов. На высших постах в госструктурах настоящие профессионалы и не всегда легко и найти им достойную замену. С учетом ответственных задач, которые стоят на современном этапе перед страной, перед депутатским корпусом, я абсолютно поддерживаю ваше решение об избрании Михаила Владимировича Мясниковича председателем Совета. Открыто был такой разговор, открытый заранее еще, заранее, что вы могли бы поработать в этой должности, поскольку Анатолий Николаевич внес такое предложение, но остаться очень сильным, солидным экспертом в сфере экономики. Нам очень важно не потерять вот эти нити от советской экономики, от советского периода. Знаете, если раньше некоторые с пренебрежением относились к тому периоду, к той экономике, знаете почему? И у нас тоже. Все это шло от российских продвинутых либералов. Мы пытались копировать это особенно в парламенте, где я работал, в том парламенте. Нам пришлось сломать эту практику. Мы попали под жестокую критику не только со стороны Запада, но и со стороны России. С тем курсом, который мы определили. А сейчас посмотрите. Россия ведь след в след, сантиметр в сантиметр повторяет то, что нам приходилось делать не единожды. Прежде всего, ручное управление экономикой. Значит, мы не совсем все делали неправильно. И это у них в то время, когда огромные золотовалютные резервы. Когда резервы матушки земли от Господа Бога бери не хочу. Мы этого не имели. Поэтому тот опыт, который был приобретен в советские времена нашими специалистами, он как раз аккумулирован и в том числе и в Анатолии Николаевича Рубинове, и прежде всего Михаила Ладжиевича Мясниковича, который занимался экономикой. Опыт работы в исполнительной власти будет как нельзя. Кстати, Мясниковичу в законодательной практике. Законы должны идти от жизни. У нашего парламентского корпуса есть еще и незадействованный потенциал. Он известный. Во-первых, должна быть более эффективная работа с людьми. Я бы вас очень просил обратить на это внимание, насколько депутатский корпус активен в решении проблем и нужд простых граждан. В этом весь вопрос. Как показывает практика, по этим вопросам есть недоработки. Здесь и кабинетный стиль, и переадресовка обращений, зачастую нежелание глубоко вникать в проблемные ситуации. Однако нельзя забывать, что Беларусь – это государство для народа. И внимательное отношение к человеку на всех уровнях государственного управления – основная задача народных избранников. Я бы вас просил, чтобы вы стремились, строго соблюдали законодательство, не допускали бюрократизма, формализма, черствого отношения к людям. Этим явлением надо поставить настоящий депутатский заслон. С начала этого созыва сенаторы рассмотрели 240 законопроектов. Каждый из документов должен работать на простых людей. Глава государства нацеливает сенаторов на связь с регионами и депутатами на местах. Толковые инициативы снизу только приветствуются. Много предстоит сделать законодателям и для Евразийского экономического союза. Это очень непростая работа, потому что все четыре государства, членов Евразийского экономического союза, сформировали свое национальное законодательство. И очень много решений принимаются самостоятельно некоторыми государствами, входящими даже в Евразийский экономический союз, самостоятельно, без учета мнений и последствий для коллег по союзу. Такого быть не должно. Поэтому все решения, которые регулируют торгово-экономические отношения, какие-то социальные программы, значит, все, что касается этого, они, безусловно, должны отвечать интересам всех государств, членов Евразийского экономического союза. На этой сессии президент представил сенатором и председателем национального банка. Павел Калаур на этот пост назначен три недели назад. Он почти 20 лет проработал в банковской системе, а последние четыре года руководил белорусской дочкой Российского коммерческого банка. Банки деньги не зарабатывают. В банках деньги хранят. Это деньги субъектов хозяйственных физических лиц заемные средства. И он понимает, что деньги варятся в экономике. Вот главное. Если бы у него этого чутья и чувства не было, если бы он был, как некоторые наши банкиры, частюля банкиром, я бы никогда его не рекомендовал. Поэтому приоритет – это экономика. Банковская система очень важна. Это кровеносная система экономики. Но экономика должна работать, тогда и кровеносная система будет наполнена. И кровообращение будет нормальное. Он это понимает. Я очень жестко замкнул банки первого уровня, коммерческие банки, на национальный банк. Национальный банк должен отвечать за все, что связано с деньгами в стране. Ну а как можно отвечать за деньги в стране, если они сосредоточены в коммерческих банках? Если ты не управляешь, у нас принято говорить, регулятор, регулирует. Вот как в России часто сейчас слышим. Управлять нужно системой. И Павел Владимирович Калаур будет отвечать за это вместе с премьер-министром. Железно. Вот два человека, которые должны отвечать за процессы в экономике и кровеносной системе экономики, финансах. Александр Лукашенко говорит о том, что должно стать главным для регуляторов в ближайшее время. Это снижение инфляции и повышение доверия к белорусскому рублю. Золотовалютные резервы Беларуси, наша подушка безопасности, должны быть на приемлемом уровне. И пополняться не за счет кредитов, а за счет экспортной прибыли. И инвестиций призывает президент взяться наконец-то за развитие финансового рынка Беларуси. Финансовый рынок – это дополнительный источник для предприятий. И расширить его можно за счет привлечения средств населения. Пусть складывают деньги в акции, облигации. У людей должен быть широкий выбор для инвестирования своих сбережений. Но не дай бог мы повторим то, что произошло в России, а тем более в Украине. Чтобы через этот механизм кое-какие изворотливые не наши люди не прихватили предприятия. Поэтому всегда надо делать небольшой первый шаг, как мы когда-то поступали с некоторыми предприятиями. 20-25% выносили на открытые торги население и другие люди, у которых есть деньги, покупали эти акции. Совет Республики согласился на назначение Павла Калаура руководителем Национального банка. Сенаторы были единогласны в своем решении. Стало известно, что уже на следующей неделе регулятор официально озвучит свою позицию по финансовым вопросам. Наталья Бриус, Ольга Юрус, Алексей Юнош, Николай Синчила, телекомпания СТВ. Проблемы, волнующие белорусов, теперь будут решаться оперативнее и, как говорится, на местах. Уже завтра по всей стране пройдут прямые телефонные линии с главами регионов, а также с руководителями городских и районных администраций. Первая половина выходного дня с 9 утра и до полудня выбрана для удобства граждан, когда большинство из них находится дома и могут спокойно дозвониться и задать вопросы представителям власти. Торговый реестр в Беларуси до 2 февраля будет обновлен. Это значит, что все, кто занимается торговлей, обязаны скорректировать свои данные. Новые бланки опубликованы в едином портале электронных услуг. Таким образом, реализуется закон о торговле, который вступил в силу летом прошлого года. Соответственно, и субъекты хозяйствования должны прописаться в новом реестре. Информация будет своеобразным паспортом торгового объекта и поможет объективно оценить состояние белорусского рынка. В свою очередь, для бизнеса это возможность самостоятельно регулировать свою работу. Этой информацией могут пользоваться, как я сказала, и субъекты торговли им будут интересны. Например, открывает кто-то магазин, хочет открыть магазин, какой-то специализированный, например, мужской одежды на какой-то территории. Ему для того, чтобы провести какой-то маркетинг, нужно определенное время посмотреть на плоскость, что же рядом находится, какие магазины, будет ли он с кем-то конкурировать, какая ниша будет и так далее. Вот эти все данные можно будет взять в торговом реестре. А в Национальном банке сегодня вручили первое свидетельство компаниям, включенным в реестр микрофинансовых организаций. Это компании, которым официально разрешено выдавать так называемые быстрые кредиты. Напомню, в конце июня прошлого года глава государства подписал указ, призванный навести порядок в сфере предоставления займов. Таким образом, с 1 января выдавать их могут только микрофинансовые организации, только юридическим лицам. Для простых граждан так называемые кредиты до зарплаты останутся недоступными. Ранее такие займы люди брали под 1-2% в день, и в итоге это составляло более 700% годовых. К тому же, такими кредитами зачастую пользовались люди финансово несостоятельные, которые вовремя не расплачивались. Обязательства приходилось выполнять родственникам, что по понятным причинам вызывало немало возражений с их стороны. Национальный банк делал на себя обязательства по вопросу защиты прав потребителей на микрофинансовом рынке. Быстрые займы, так называемые, для физических лиц с 1 января этого года запрещены. Соответственно, запрещена любая рекламная деятельность по данному вопросу. При доставлении так называемых быстрых займов становится уголовно наказуемым деянием. Безопасная дорога детям с этого дня в Беларуси вступает в силу изменения в правилах дорожного движения. В частности, они касаются перевозки детей и сезонной смены автомобильных шин. О том, что ждет нарушителей, расскажет Дмитрий Боярович. Добрый день. Госавтоинспекция майор Нижута. Пожалуйста, ваши документы. Подобные фразы для водителей сегодня звучат тревожнее. Статей в правилах дорожного движения стало больше. Сотрудник ГАИ, к примеру, обращает внимание и на автокресло. У этого водителя с двумя детьми в салоне его не оказалось. Почему, скажите, пожалуйста, нарушили? Подвел реальный интернет-магазин. Вчера вечером должны были привезти. Два детских сиденья. Ну, согласен, виноват, что делать. Чтобы избежать подобной ситуации, Роман подготовился. Глава семьи автокресло для своей дочки приобрел заранее. Хотя, говорит, и не без материальных проблем. Мол, найти дешевое и безопасное устройство непросто. Как появился ребенок, сразу приобрели кресло. Семья на первом месте и безопасность моей семьи на первом месте. Кстати, безопасность – основная причина нововведения. За прошлый год в ДТП по всей стране погибло 9 детей-пассажиров. И эти цифры примерно одинаковые из года в год. Аварии с участием несовершеннолетних происходят и в Минске. Статистика говорит сама за себя. Вот у нас за 2014 год в городе Минске зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 20 из них – это пассажиры. По сравнению с предыдущим годом число осталось неизменным. Только пострадавшие увеличились. Вместе с поправками в силу вступила и ответственность. Штрафы внушительные. За отсутствие автокресла – 4 базовой величины. Повторно – 8. Лысая резина при первом попадании в поле зрения сотрудника ГАИ ударит по кошельку водителя меньшее в размере одной базовой. Во второй раз – до пяти. Ну а летние шины зимой будут стоить теперь 90 тысяч. Автолюбители говорят, в поправках об автокреслах есть и недочет. Мол, детей даже немного ниже 150 сантиметров ростом в кресло не усадишь. Сотрудники ГАИ отвечают. Для этого предусмотрен бустер. К слову, спрос на них в последние дни возрос. К примеру, в этом магазине по сравнению с прошлой неделей – в 30 раз. В день примерно продается 100-150 бустеров. В основном люди покупают конкретно под закон. С учетом ажиотажного спроса, естественно, мы работаем, пока последний клиент не перестанет звонить. Последний заказ вчера наши курьеры завозили уже в половину второго ночи. К слову, в России ПДД также обязывает использовать автокресла для детей до 12. Причем уже относительно давно. Такая же ситуация и в Польше. Там нарушитель может получить штраф в размере 40 долларов. Но, по уверениям белорусских сотрудников ГАИ, главное цель нововведения – не наказать, а сохранить жизни участников дорожного движения. В одном из поселков Минского района местным жителям долгое время приходилось наблюдать вместо речного пейзажа далеко не лицеприятную картину. Дело в том, что местная ферма вынуждена хранила удобрения на полях. А потому живописный вид портила преграды длиной в сотню метров. К такой практике прибегают во многих хозяйствах. Вот только берег реки для этих целей использовать нельзя. Как ситуацию изменил визит нашей съемочной группы, расскажет Леонор Лутович. Выйти на улицу Романа заставили звуки работающей техники. Подумал строить что-то, а нет. Вместо нового объекта так называемые строители возвели стену из навоза. Приходим, глазам своим не поверили. Куча, длиннющая куча навоза у 10 метров от реки. Это просто ужас. Кто же заставит такое? Взяли и обкакали. Анна Николаевна почти всю жизнь прожила в поселке. А в Тресковщину приехала по распределению и сразу же влюбилась. С первого взгляда в живописные места, расположенные на берегу Ислачи. Свою любовь в природе с материнским молоком передала и своим детям. По камешкам такая, типа горной речки. Форель водилась. Дети даже купались в воде. Чистая, чистейшая вода была. Хоть бери и пей. Никто, конечно, бобров не считал, но здесь есть семейка такая, немножко дальше живет. Они любят, когда же попозируются перед людьми. Подходишь к ним, подкрадываешься тихонько. Он тебя видит, выползет, в воду выплывет. И начинает то хвостиком, начинает дразнить, то брюшком вверх раздвернется. Очень красиво, симпатично смотрится. Ну и леса навалили вот здесь вот. Такие строители, чтобы был здоров. Кристально чистую водичку Ислачи чуть было не подпортили отходами коровника. Но надо отдать должное руководству агрокомплекса на жалобу и на появление нашей съемочной группы среагировало незамедлительно. Я это сейчас уберу. Вы поймите, это не специально вы сюда положили. Неприглядный пейзаж и специфический запах далеко не главная проблема этой местности. Навозная куча, которой не видно ни конца, ни края, расположилась аккуратно на берегу Ислачи. Что противоречит всем правилам и предписаниям. Собственно, как и здравому смыслу. Вы говорите, не потекло. А что это? А что это? А оно не потекло. Хозяйственное мы присоединили буквально недавно. Поэтому на самой территории молочной товарной фермы навозохранилища нет. И практически нам приходится сразу вывозить севу. Погодные условия не позволили нам дальше транспортировать севу. Потому что была грязка и техника не шла дальше. Вопрос, насколько оправданы такие действия, конечно, спорный. Что же касается природоохранного законодательства, оно нарушено. Органика, когда вводится в буртах, всегда существует запрет складирования в приближной полосе. Она должна складироваться на других полях, а потом перед тем, как будет запашка, вносится сразу перед самой запашкой. Отправим в лабораторию, все-таки отберем воду, посмотрим, было завреднение или нет. Чтобы, если было завреднение, тогда уже будет акт общения не вреда и еще дополнительные санкции. Неравнодушие, исполнительность и штрафные санкции сделали свое дело. Не прошло и часа, как за поселком раздался рев моторов. Видимо, для органических отходов все же нашли более подходящее место. Ваша новость также может стать поводом для сюжета. Своё сообщение оставляйте на форуме по адресу в интернете ctv.by, а также звоните по телефону в горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Самая активная и целеустремленная молодежь северного региона страны, которая уже в ближайший понедельник отправится в Минск на 42-й съезд БРСМ, сегодня встретилась в Витебском облсполкоме. Здесь они обсудили проект инициативы, которые намерены предложить руководству молодежной организации. Обладательница звания студент года Витебщины Анна Мяделец намерена продвинуть свою идею создания специальных книг для волонтеров. На съезде я буду читать доклад, в котором я буду предлагать о том, чтобы ввели личную книжку волонтера. Это поможет для поступления в учебное заведение, высшее либо среднее. Также это может помочь при устройстве на работу. В преддверии того, что у нас уже 15-й год, это год молодежи, мы, конечно, надеемся увидеть и понять дальнейшее развитие нашей организации на ближайшие три года. Конечно, больше инициатив мы ожидаем услышать от руководства Центрального комитета, ведь они выстраивают, скажем так, нашу молодежную политику. Ну и, конечно, я считаю, что у нашей молодежи достаточно много своих идей и творческих инициатив, и они будут озвучены в рамках открытого диалога. 42-й съезд БРСМ пройдет в формате открытого диалога. Молодежь Беларуси, традиции и будущее. В масштабном форуме примет участие тысячу делегатов со всей страны, а также гости и приглашенные. И завершаем этот выпуск новостями из немецкого Рупольдинга Дарья Домрачева вновь на пьедестале. На этот раз она заняла второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Подробности в спортивном выпуске сразу после программы «Столичные подробности», который продолжит наш эфир. Я же на этом прощаюсь и желаю нескучного вам вечера.